всем привет сегодня у нас пересказ сюжета фильма 2007 года чертов мобильник сид простой парень из бедной семьи во франции он живет со своей матерью и братом в школу в которой учится сид приходит новенькая девушка по имени анжи сид влюбляется в нее и однажды решает с ней заговорить она в шутку просит у сида номер телефона носит разочарован потому что у него его нет сид просит у матери денег на день рождения она дает ему всего лишь 30 евро на работе сид просит аванс он рассчитывает на 50 евро однако его шеф отказывает на следующий день он идет в магазин старых телефонов продавец отдает сиду самый дешевый телефон и после того как получает деньги от сида говорит что он не работает но сиду все же удается его включить после этого сид пытается дать свой номер анжи но ее подружки высмеивают его новый телефон и уходят на уроке химии телефон сам активируется и звонит одной из подруг анжи голос в телефоне говорит ее подруге суждено гореть в аду после чего то поджигает ту девушку которой высмеивалась сида но учительница успевает потушить ее дома сид узнает что мобильник сам набрал номер марго на уроке математики учитель кидает все домел за разговоры а затем выкидывает его телефон в окно вечером учителю поступил звонок после чего он объедается мелом утром телефон поздравляет сида с днем рождения друг сида пьер говорит мобильнику что их несправедливо наказали после чего телефон звонит секретарю и сид заменой голоса отменяет наказание сид продолжает развлекаться заставляет директора съесть аквариумную рыбку на следующий день он видит как телефон анжи крадут воры он помогает его вернуть после чего идет с ней на прогулку там они мило беседуют и сид пытается пригласить ее на свидание он узнает тему контрольные учителя по истории и заставляет его одеться в ковбоя школьные задиры отводят сида к себе в помещение они говорят что он не должен общаться с анжи школьный столовый парень анжи издевается и шутит про отца сида после чего ему звонит телефон и он начинает танцевать стриптиз и целуют друга после этого анжи приглашает сида в кино сид забыл про концерта и сидись и ссориться с пьером также сид договорился с клубом путешественников и теперь его мать летит на отдых в кубу затем идет на свидание с анжи по пути говорит что шеф отпустит его пусть хоть сдохнет сам того не понимаю он дал сигнал телефону шефу сида поступил звонок и после этого он измазался мукой панировочными сухарями окунулся в кипящее масло сид забирает анжи у нее дома и они идут в кино за просмотром фильма сид вспоминает что забыл телефон в машине там его поджидает бывший парень анжи вирже и со своими дружками они бьют сиды угоняют машину с телефоном сида другу вирже ли звонит телефон и он на полной скорости выпрыгивает из машины после чего его сбивает грузовик сида санжи забирают в полицейский участок но там телефон звонит главному в отделе он рвет заявление отпускает их сид просматривает последние звонки и понимает что по его вине погиб работодатель потом он идет к перу там на него накидывается мать пьера пьер виде это еще больше расстраивается в друге сид пытается уничтожить свой телефон он выкидывает его в бездонный колодец но на следующий день ему приносят его сид беседует с голосом в телефоне и узнает что анжи грозит опасность дома ланджи собрались ребята там они начинают понимать что происходит им звонит телефон но это всего лишь мама марго затем звонок поступает на телефон подруги анжи она втыкает себя кухонные ножи и погибает а виржиль выливает жидкость с плиты на другую подругу анжи телефон снова звонит но собака уносит его становится агрессивно и нападает на одного из парней сид с пьером приходит в дом анжи и спасают ее от собственной матери дома анжи они прессуют телефон пытаясь его сломать но им это не удается они идут в кабинет химии телефон полностью восстанавливается в кабинет приходит директор и подставляет свой мобильник куху учителя после чего учитель выпивает серную кислоту вся школа пытается поймать сида сица анжи закрываются в одном из кабинетов там он признается анжи в любви и сиду приходит в голову новая идея заморозить телефон в жидком азоте в кабинет начинают прорываться но еле как им удается это сделать телефон замораживается и все приходит в норму затем на корабле они выбрасывают его в пролив ла-манш на этом мой рассказ окончен а как вам фильм чертов мобильник напишите об этом в комментариях до новых встреч